Друзья, почему важно начать задумываться о создании пассивного дохода прямо сейчас? Если вы хотите вырваться из крысиных бегов, если вы хотите больше путешествовать и закрыть свои долги, хотите увеличить свой доход и научиться инвестировать, то присоединяйтесь к бесплатному тренингу «Секреты создания пассивного дохода» от Валерия Глушкова. Ссылку на тренинг вы найдете сразу под этим видео. Общий шалом, меня зовут Рами Зайцман, ты на канале «Экономисты на час». Многие из нас посещают банки и финансовые организации. Многие недовольны тем, как эти организации ведут свой бизнес. Но и также многие недовольны элементарно качественному обслуживанию. На примере общения с некоторыми банками можно на себе прочувствовать, что эпоха, когда клиент всегда прав, давно позади. Добро пожаловать в эпоху «Ой, дожал все уже, когда хочешь, бись». И вот действительно, а куда жаловаться? Есть три волшебных шага для того, чтобы на тебя и твою ситуацию обратили внимание. И чтобы предметно разобрать вопрос в этом выпуске, будет живой пример и наглядное руководство. Поехали. Реальный житель Санкт-Петербурга, с которым я лично знаком, назовем его «Заемщик». Взял автокредит на автомобиль в Балтинвестбанке. Брал сразу в автосалоне. Одобрение было быстрым. Был первоначальный взнос, документы с работой, в общем, все он подготовил, принес. Банк забрал ПТС, это одно из условий. Далее «Заемщик» стал исправно вносить платежи и даже частично досрочно гасить свой кредит. Никаких нареканий по обслуживанию не было. Офис по пути на работу, очереди небольшие, операции проводятся быстро, приветливый персонал, прям сказка. Но Балтинвестбанк имел некоторые проблемы с рентабельностью бизнеса, ну, в общем, он был в убытках, и его сонировал Абсолютбанк. На деле теперь вкладчики и владельцы счетов Балтинвестбанка перекочевали в Абсолют, а заемщики остались в подвешенном состоянии. И вот как это происходило. Заемщик пришел в отделение Балтинвеста, единственный оставшийся, где ему предложили открыть счет в Абсолютбанке и переводить деньги на кредитный счет. Заемщик отказался, так как знал, что со временем счета переведут автоматически. Ну и вообще странно, что еще не перевели, так как вкладчики уже полностью переведены. Через некоторое время заемщик захотел частично досрочно погасить часть кредита, но Балтинвест ему отказал. И оказалось, что долговые обязательства выкупил Банк Союз. И поэтому можно внести сейчас ежемесячный платеж или сразу идти в Банк Союз. Что интересно, ни на сайте Балтинвеста, ни на сайте Банка Союз информации об этом не было. И на сегодняшний день нет. Заемщик попросил руководителя центрального офиса Балтинвеста предоставить какой-нибудь документ. Реально, любую бумажку, на которой было бы написано, что да, все заемщики теперь должны идти в Банк Союз. Но такой бумажки в офисе не оказалось. Предлагалось верить на слово. Некоторые из вас скажут, ну что ты д*****ся, иди плати уже. Но если бы он ранее послушал совет операциониста Балтинвеста, он уже имел бы нафиг ненужный счет в абсолюте. Но и в этой ситуации ожидания официального подтверждения заемщик рисковал, так как у него могла образоваться просрочка. В общем, заемщик идет в Банк Союз. Дает паспорт, но его не находят. Через 15 минут диалога находит его кредит в Москве, а не в Санкт-Петербурге. То есть в московском отделении Банка Союз, а не в Питерском. Искали. Понимаешь? В банке. Там аргументируют это тем, что у него прописка московская. Заемщик спрашивает, как тогда они объясняют то, что все документы подписаны в Санкт-Петербурге, а платы проходили в офисах Санкт-Петербурга, ПТС находился в Санкт-Петербурге. Но банку все равно. Ему предлагают открыть счет в Санкт-Петербурге и переводить деньги на свой кредитный счет в Москве. К слову, заемщик действительно получил официально заказное письмо о том, что его кредит выкуплен Банком Союз у Балтинвеста. Но пришло письмо гораздо позднее даты очередного платежа по кредиту. Так вот далее. Он приходит в очередной раз в Банк Союз, чтобы внести частично досрочное погашение. Сидит в очереди. Потом еще 40 минут ждет, пока сотрудники офиса в Санкт-Петербурге свяжутся с коллегами в Москве, чтобы уже те напечатали заявление на частично досрочное погашение. Звонят они также конкретно директору офиса Сущевский, Шепелевой Светлане Валерьевне, которая отказывается помочь, так как сама работает только с юрлицами. К чему такой подробный рассказ? По факту банк не нарушает ни один закон Центрального банка, но к клиенту относятся, мягко говоря, равнодушно. Так как поступить в подобной ситуации, обратить на себя внимание и решить вопрос кривого обслуживания кредита? Как поступил заемщик и как я рекомендую поступать каждому из вас в любой подобной ситуации? Первое. В отделении банка заемщик написал заявление в свободной форме с требованием перенести обслуживание кредита в Санкт-Петербург, чтобы иметь возможность оперативно вносить частично досрочное погашение. Получил на руки письменный отказ с очень невнятной аргументацией. Второе. Он зашел на портал банки.ру, зарегистрировался, нашел в списках Банк Союз и оставил отзыв с описанием своей ситуации. На портале он получил ответ в разы быстрее, чем в письменном заявлении. Было обещано разобраться, посодействовать, но по факту не изменилось ничего. Ну и третье. Он зашел на сайт ЦБ, по ссылке, которую ты найдешь в описании. Это форма жалобы. Он написал жалобу с просьбой разобраться, не нарушает ли Банк Союз статью 15.26 Административного кодекса Российской Федерации, предполагающий штрафы за нарушение регламента ЦБ РФ. Получил ответ, что его запрос будет рассмотрен, возможно, будут приняты меры в качестве проверки, которые приведут к решению его вопроса. А может, и не приведут. К чему это все? Заемщик сам взял кредит, платил так, как ему было удобно, но теперь в силу независящих от него обстоятельств вынужден находиться в ситуации, когда банку на него... Он писал жалобы, звонил в колл-центр, просил, но слышал ответ. Мы все сделали правильно, переделывать не будем. До свидания. Оцените, пожалуйста, работу сотрудника по 10-бальной шкале. Я немного отступлю и скажу, что работаю в банковской сфере с 2007 года. Я знаю, сколько нужно времени бухгалтеру бэк-офиса, чтобы перенести счета из одного ДО в другой. Полдня со всеми согласованиями. Но это же неудобно. Это же, ну зачем? Ну да ладно. Но он все равно и так будет платить. Ну куда денется? Да никуда не денется, действительно. Если он перестанет платить, то попадет на штрафы, пени, суд, приставов. Более того, 90% людей, попавших в аналогичную ситуацию, ограничиваются скандалом в офисе и не пишут никаких заявлений. Не говоря уже об отзыве на портале банки.ру или сайте ЦБ. Потому что, ну это что решит? Ну регистрироваться надо еще. А вот на деле наш заемщик написал всего один раз всю ситуацию в вордовском файле. Это 10 минут. Зарегистрировался на портале банки.ру, это еще 10 минут. А затем скопировал текст, вставил, скопировал текст, вставил снова, только уже на сайт ЦБ. Там даже регистрироваться не надо. А к вопросу, что это даст? Как минимум эмоциональную разгрузку. Плюс, возможно, именно этот отзыв прочитают те, кто захочет сотрудничать с Банком Союз. А еще каждый негативный отзыв понижает народный рейтинг банка на портале. И в этом конкретном случае, возможно, директор офиса Сущевский Шепелева Светлана Валерьевна почувствует себя некомфортно от того, что она отказалась помочь. Вряд ли, конечно, топ-менеджерам Банка Союз есть дело до этой ситуации. Но хотя бы на уровне их сотрудников можно будет установить такой же дискомфорт, в который попал заемщик. Подытожим. Все общение с финансовыми организациями обязательно должно происходить перепиской. Ты им заявление, они тебе ответ. Что-то не понравилось, пиши на банке.ру. Нужна помощь посерьезнее, пиши в ЦБ. Считаешь, что банк ведет незаконную деятельность? Например, открыл карту МИР без твоего заявления. Увеличил кредитный лимит без твоего уведомления. Открыл не тот счет, вклад и так далее. Сразу пиши заявление в прокуратуру о подозрении о финансовом мошенничестве. С просьбой разобраться. Как грамотно общаться с банками и иными финансовыми организациями? Как грамотно вести свой финансовый бюджет? Как выгодно накопить, вложить и заработать? Обо всем этом и более ты можешь узнать 19 мая на семинаре в Казани и 10 июня в Нижнем Новгороде. Ссылки в описании. Обязательно прочитай, что будет помимо этого на семинаре. И приходи. А напоследок я добавлю. У каждого есть право на вежливое общение. Мы можем вот сейчас с тобой закончить разговор, если посчитаешь, что я отношусь к тебе неуважительно. Но если ты в банке и развернуться не можешь, то свое право надо отстаивать. Ну или принимать себя таким, какой ты есть. Не будь терпилой. Желаю богатства. Рами.